МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Рекорд, ещё рекорд. Сколько мировых достижений намерены побить участники альтернативной Олимпиады? И чем готовы для этого пожертвовать? Она говорит, что с моим лицом не так. Я думаю, всё не так. Хорошая мина при плохой игре. Почему ВАДА не может решить проблему допинга? Только 2 или 3% из тех, кто нарушают, реально преследуются. Подарок для Гитлера. В чём секрет победы нацистской Германии на Олимпиаде в Берлине? Сборная Третьего Рейха принимала специальный допинг. Гонка за молодость. Кто участвует в экспериментальном забеге? Эти спортсмены, подобно лабораторным крысам, выступают добровольными, подопытными. Планы на будущее. Что задумали миллиардеры из Силиконовой долины? Мы будем просто смотреть. С телевизоров, как на беговой дорожке, умирают люди. Налицо ужасные, сильные внутри. Кого отправят в далёкий космос? Генная модификация на самом деле необходима. Также вы узнаете, кто готов принять участие в Олимпиаде на стероидах. Как стимулировали себя спортсмены до появления допинг-контроля. В чём секрет плавательных костюмов американской сборной. И почему в лыжных гонках побеждают астматики. Допингу «Зелёный свет». Американский миллиардер Питер Тиль объявил, что профинансирует соревнования, на которых спортсменам будет разрешено употреблять любые запрещенные вещества. Эту идею он хочет раскрутить по всему миру и сделать свои игры популярнее олимпийских. Но что стоит за этой затеей? И к чему всё это может привести? Летом 2023 года в соцсетях завирусился ролик с загадочным бегуном. Его лицо скрыто, а голос за кадром утверждает, это самый быстрый человек в мире. Он побил рекорд легендарного ямайского бегуна Усейна Полта на 100-метровке. Но почему мы не видим лицо героя? Проникновенный голос за кадром сообщает, спортсмен вынужден скрываться, потому что боится всеобщей ненависти. Причина не называется, но её легко угадать. Ведь видео сняли, как промо-ролик для расширенных игр. Так называют соревнования, в которых на старт выйдут спортсмены, накачанные допингом. Организаторы имеют претензии к международной организации антидопинговой в том, что они блокируют возможности человека. Они блокируют людям то, что люди могли бы сделать. Допинг не зло, а будущее спорта, заявляют устроители альтернативной олимпиады. Идеологом игр стал австралийский юрист и бизнесмен Арон де Соуза. По его мнению, никто не может запретить спортсменам делать то, что они хотят. В уставе говорится о том, что человек – хозяин своего тела, и он вправе использовать его так, как он хочет, и употреблять те вещества, которые хочет. Профинансировать проект взялись миллиардеры из Силиконовой долины. Самый известный инвестор – Питер Тиль. Он прославился своей страстью вкладывать в стартапы, которые изменят будущее. Он один из основателей знаменитой американской системы денежных переводов. Также он вкладывался в запрещенную в России американскую соцсеть и другие индустрии, связанные с цифрой и современными технологиями. По формату допинг-олимпиада будет похожа на традиционную, только без лекарственных ограничений. Летом Питер Тиль собирается ехать в Париж, чтобы представить проект «Игр на стероидах» главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. А провести олимпиаду хотят уже в следующем году. Это просто чистая провокация. Это провокация со стороны одного человека, который решил взбудоражить немножко мир. Я, например, вообще не вижу, чтобы кто-то пришел к нему найти игры. Олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью конкобежка Светлана Журова все свои награды завоевала в честной борьбе. Для нее немыслимо, что уважающий себя спортсмен поддержит затею Тиля и его команды. Тем более спортивный допинг запрещен во многих странах. Мировое сообщество выступает категорически против участия в таких олимпиадах и грозит санкциями или блокировкой участия в привычных олимпиадах и в привычных состязаниях. Однако организаторы расширенных игр уверяют, что еще год назад 500 спортсменов прислали им подпольное видео, на которых они легко били мировые рекорды после употребления допинга. А сейчас уже более тысячи заявок. Принять участие в расширенных играх якобы готовы канадские бобслисты Кристина Смит и Дэвид Карасик. Участник двух олимпиад Брэд Фрейзер, олимпийский чемпион по плаванию Роланд Скуман и трехкратный чемпион мира австралиец Джеймс Магнусен. Он собрался выступать на дистанции 50 метров вольным стилем, которая, к слову сказать, никогда не была его коронной. Но атлет заявил, готов залиться допингом по самые кланды, чтобы выиграть. Магнусен сказал, что он готов принять в этих олимпийских играх участие за какие-то там 1 миллион долларов. Питер Тиль сказал, не проблема, мы даем полтора миллиона долларов. А еще устроители расширенных игр готовы признать все мировые рекорды и достижения, которые Международный Олимпийский комитет аннулировал из-за допинга. А их немало. По данным на 2016 год, олимпийских медалей были лишены 104 спортсмена. Чаще всего на употреблении запрещенных веществ ловили тяжелоатлетов. На втором месте представители легкой атлетики. На третьем – лыжники и велоспортсмены. Олимпийские сборные по конному спорту Германии и Норвегии снимали с игр целиком из-за того, что допингом кормили лошадей. А американская легкоатлетка Мэрион Джонс даже отсидела за допинг в тюрьме. Как известно, Олимпиада появилась в Древней Греции. Уже тогда атлеты знали, что спортивные результаты можно улучшить не только путем изнурительных тренировок. И шли на всякие ухищения, чтобы победить. Но самое удивительное – никому не приходило в голову их наказывать. В античной Греции спортсменам запрещали опаздывать на соревнования. Однажды кулачного бойца из Египта не допустили до игр, потому что его корабль задержался в пути. Еще одного атлета оштрафовали за трусость. Он увидел соперников и решил сбежать. Но самым суровым образом карался предварительный сговор. Позор ждал тех, кто поддастся сопернику. За это следовало очень серьезное наказание. То есть помимо позора человек должен был заплатить штраф и даже купить на собственное средство статую Зевса. Известно, что таких статуй 17. То есть очевидно, что 17 было громких таких, скажем, процессов, когда человек был разоблачен во взятничестве. Все остальное на древних олимпийских играх было разрешено. В том числе и стимуляторы. Каким же был древний допинг? В третьем веке до нашей эры греческие бегуны употребляли семена кунжута, чтобы повысить выносливость. Один из победителей древней олимпиады, спринтер Кармис, сидел на диете из сушеных фит. В ход шли лекарственные растения, заговоры и даже семенники животных. Про это даже писал Аристотель. Он говорил о том, что спортсмены, которые придают особое внимание не физической подготовке, не тому, чтобы тренироваться, а решать вопросы за счет спецпитания, и они меняются даже внешне. Надо сказать, что Аристотель говорил это со знанием дела, потому что он сам был олимпиоником. То есть он сам был победителем олимпийских игр. Самые смелые пили мочу животных, известных своей силой. Думали, что таким образом она передастся и им. Начинающим атлетам давали смесь вина и стряхнина. По одной из версий, слово допинг использовалось в южноафриканских племенах, которые использовали различные какие-то травы и напитки для вхождения в транс. И вот таким образом этот напиток назывался допинг. Древний Рим унаследовал допинг традиции Древней Греции. Но добавил и кое-что свое. Кроме традиционных отваров, толченных копыт и рогов, в арсенале спортсменов появились галлюциногены. За 8 веков до нашей эры гладиаторы мешали мухоморы со стряхнином, а после шли на арену. Мухомор, он дает своеобразный опиумный эффект, что приводило к состоянию бесстрашия и давало силы войну. Единственное, что после такого боя, вот этими боями прославились берсерки, это особое, можно сказать, спецподразделение у викингов, они могли сутки беспробудно спать, и никто их не мог разбудить. Потому что действие, естественно, этих растворов, оно было кратковременно. Когда в 1896 году Пьер де Кубертен возродил Олимпийские игры, никакого допинг-контроля не существовало. Чтобы улучшить свои результаты, спортсмены использовали, что попало, включая наркотики. Особо популярным в 19 веке было вино Мариани. Напиток состоял из бордо и выжимки из листьев коки. Его так и называли – вино атлетов. В 1878 году, таким распространенным явлением в Европе, шестидневные велопробеги. Шестидневные. То есть можете представить, шесть дней, без сна, без отдыха, на каких ресурсах человек должен был совершать эти пробеги. Безусловно, используются различные способы, чтобы себя взбодрить, начиная от простого кофеина, коньяка, заканчивая наркотическими веществами, которые в те времена не считались наркотиками. Особо отличились спортсмены на Олимпиаде 1904 года в Сент-Луисе. Победитель марафона, часть трассы проехал на машине и был дисквалифицирован. Золотую медаль вручили Тому Хиггсу, который пришел вторым. Но как пришел? Перед забегом он сделал инъекцию из стрихнина и выпил немного коньяка. Этот коктейль чуть не угробил атлета на трассе. Он дважды терял сознание, но каждый раз к нему подбегал тренер и снова вкалывал стрихнин. В итоге удалось доползти до финиша. Но это стало ярким сюжетом в истории применения допингов, что спортсмен может довести себя фактически до изнурения, до смертельного исхода ради результата. Сразу после финиша Хиггса госпитализировали. Но далеко не всем так везло. На Олимпийских играх в Риме в 1960 году датский велогонщик Кнут Йенсен заглотил перед стартом 15 таблеток стимулирующего препарата. На трассе упал в обморок, ударился головой и умер от черепно-мозговой травмы. Еще один велогонщик Том Симпсон скончался во время знаменитой велогонки Тур-де-Франц в 1967 году. От передозировки стимуляторами у него остановилось сердце. Парню было всего 29 лет. Это было шоком для всего сообщества, потому что стало понятно, что допинг не настолько безобиден, как кажется. Только после этого Международный Олимпийский комитет утвердил первый список запрещенных веществ. Появилась специальная медицинская комиссия. Ей полагалось следить за употреблением допинга. Однако это не слишком получалось. Тем более химическая промышленность постоянно генерировала новые виды веществ. Чтобы говорить о том, что прям взял человека, съел анаболические стероиды, и это все закончилось в начале 90-х. Но я этих людей видела. Это ужасная картина, особенно для женщин. Изменяется абсолютно телосложение, голос. И волосы на разных местах растут, на которых не должны расти. В тяжелой и легкой атлетике спортсмены подсаживались на допинг чаще остальных. Ради победы были готовы не только нарушать запреты, но и жертвовать здоровьем. У нас девочка одна, ее тренер реально заколол очень страшными, очень серьезными анаболическими стероидами. Мы увидели, как эта трансформация на наших глазах происходила. Он говорит, нет, она просто толстеть немножко начала. И дисклифицировали ее и тренера, даже в советские времена. Всем известное агентство ВАДА появилось только в 1999 году. На тот момент борьба с допингом действительно стала жизненно важным вопросом. Спортсмены не знали меры до такой степени, что уже могли умереть во время тренировок и во время соревнований. Поэтому нужно было начинать это пресекать. Каждый год список запрещенных веществ расширялся, а требования к спортсменам ужесточались. Жить и тренироваться стало очень неудобно. Когда к тебе офицеры начали приезжать в любой момент, уже во время тренировочного процесса, потому что до определенного года этого не было. То есть я уже, например, попала в ту плеяду спортсменов, когда ко мне домой, дзынь-дзынь, здравствуйте, мы допинг-контроль. Но стал ли спорт честнее? Организаторы расширенных игр уверены, после появления допинг-комиссаров мало что изменилось. Большинство спортсменов продолжают есть химию, только делают это тайно. Например, есть немало специальных препаратов, которые маскируют употребление запрещенных веществ. Изменяется химический состав препаратов, которые употребляются. Делается так, чтобы они даже естественным путем расщеплялись в течение десятков минут. Это целая индустрия. Индустрия такая закрытая, но она очень масштабная. Это действительно, это все есть. Против этого борются, но, по-моему, не очень эффективно. Содержание ВАДа тоже обходится дорого. Стоимость одного теста может доходить до тысячи долларов, а их у спортсменов берут сотнями. А оправдано ли все это? В целом система, которая сложилась к настоящему времени, по-моему, она является малоэффективной. Критика, с которой выступают инициаторы вот этого нового мероприятия, она справедливая. Но выводы, которые из этой справедливой критики делаются, они совершенно неоднозначны. Однако вопрос остается, зачем нужна система, которая не может уследить за спортсменами? И точно ли на летних Олимпийских играх в Париже все будут чистыми? Где гарантии? В анонимных опросах больше 40% спортсменов признались в употреблении запрещенных веществ. Так давайте не будем лгать, а сделаем все открыто, убеждают организаторы допинг-олимпиады. Тем более, что непобедимыми спортсменов делают не только таблетки. Спортивную форму для американских конькобежцев разрабатывают совместно с авиастроительной корпорацией. В ее основе 3D-модели, которые фиксируют позы спортсменов во время гонки. Затем на их базе создают одежду из стеклопластика и испытывают ее в аэродинамической трубе. Такие комбинезоны снижают сопротивление воздуха и позволяют показывать лучшие результаты. Каждая мелочь становится сотой долей секунды в победе спортсмена. И этот момент, он очень важен, потому что иногда бывает то, что спортсмены прилетают на Олимпиаду из более бедных стран и проигрывают только потому, что у них не та форма. В 1996 году на чемпионате мира по горнолыжному спорту американка Пикабе Стрит завоевала золото по скоростному спуску и бронзу в супергиганте с помощью специального инновационного костюма для слалома. Он снижал сопротивление ветра на 40%. Их форма одежды, она лучше бывала, чем их форма физическая. Но за счет вот этих технологических новшеств им удавалось побеждать. Плавательные костюмы для американской сборной шили при участии специалистов НАСА. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году 90% медалей завоевали спортсмены, одетые в такие костюмы. В том числе легендарный Майкл Фелпс. Он даже рекламировал эти комбинезоны. Позволяет, во-первых, следовать определенному температурному режиму, то есть чувствует тело своего пловца, подстраивается под него и, можно сказать, стимулирует организм для того, чтобы он лучше себя чувствовал в воде. Некоторые американские пловцы надевали сразу по два-три костюма, один поверх другого. Так они пытались повысить свою плавучесть. Всем было понятно, обмундирование американской сборной – настоящий технический допинг. Однако запретили суперкомбинезоны только в 2016 году. Установленные в них рекорды не аннулированы, а некоторые до сих пор не побиты. Интересно, если какой-нибудь участник допинг Олимпиады превзойдет время Майкла Фелпса, будет ли он кричать, что это нечестно? Многие считают, что его достижения спортивные связаны с техническими достижениями производителей спортивных костюмов. Бегунов тоже допингуют по-хитрому. В 2019 году кинеец Элиут Кипчоге поставил мировой рекорд в беге на марафонскую дистанцию. Он пробежал 42 километра меньше, чем за два часа. Эксперты полагают, ключевую роль в его победе сыграл технический допинг для ног – кроссовки особой конструкции. В этих кроссовках была особенная подошва, которая была толщиной в 0,5 сантиметра и составляла несколько слоев из углепластика и специального пенного состава. После забега кроссовки запретили. Однако производитель немного изменил конструкцию и обошел спортивные санкции. Придет гонка между спортивными производителями, между компаниями, которыми производят спортивный инвентарь. Начиная от лыж, плавательных костюмов, специальных шлемов аэродинамических для катания на санях и так далее. Но даже с фантастической экипировкой многие спортсмены не хотят отказываться от стимуляторов. Громкие допинг-скандалы случаются регулярно. В 2001 году на приеме запрещенных веществ попалась вся лыжная команда Финляндии. А через пять лет сборная Ирана по тяжелой атлетике. Заядлым допингистом был звезда легкой атлетики канадец Бен Джонсон. Его дисквалифицировали дважды, причем второй раз пожизненно. Наркотики разрушили карьеру знаменитого футболиста Диего Марадонны. У него были нарушения, он бросал, и довольно продолжительный период, не было никаких претензий. Но потом, к сожалению, он снова вернулся, причем при таких встать, что это было заметно. Почему же Всемирное антидопинговое агентство никак не может решить проблему использования запрещенных веществ? Ведь претензии к нему вовсе не выдуманные. Людей смущает то, что только два или три процента из тех, кто нарушают, реально преследуется. Получается, что или это бьет мимо цели вся компания, которую проводит ВАДА и руководство Олимпийского комитета, или же это делается нарочно, выборочно, по политическим соображениям. Но может именно для этого и создавали ВАДА? Многие помнят историю теннисистки Марии Шараповой. Ее отстранили от турниров за безобидный препарат мельдоний, который тогда продавался чуть ли не в каждой аптеке. У него там была своя специфика и свой политический заказ на то, чтобы он там оказался и поймать нашу сборную тогда на этом мельдонии. Хотя подобных аналогов в мире огромное количество. И спортсмены их принимают из других стран, и никого это не беспокоит, и никаких допинг-списках их нет. Аналогичная ситуация и с обезболивающими, которые используют в России. Уколы нужно согласовать со спортивными функционерами за рубежом. Иногда доходит до абсурда. То есть туда посылают и говорят, слушайте, у нас неожиданно случилась травма, мы сделали вот то-то, вот то-то, вот то-то. Что нам здесь делать? Он говорит, извините, вы виноваты. Вы сделали препараты, которые мы вам не разрешаем. Надо было заранее нас предупредить сначала, мы бы дали вам разрешение, а только после этого что-то колоть спортсменом. Говорим, а если бы он умер? Это ваша проблема. К западным спортсменам ВАДА далеко не так пристрастна. Американский бегун Лашен Мерит легко убедил комиссию, что запрещенные вещества оказались в его крови после использования средства для повышения потенции. А итальянский футболист Марко Барьелло мазался интимной смазкой с сомнительными компонентами. Конечно, всякое может быть. Я поймала себя на мысли, у меня дома ребенок, а член сборной России. Я правда через день на разделочной доске ножом делю таблетку себе. И оставляю это, убегая на работу, не задумываясь, что мой сын за это время реально мог этим же ножом порезать хлеб. Я, знаете, как испугалась, потому что просто я реально поняла, вот она ситуация. Я потом бы объясняла всем, что не так. Но слишком много случаев, когда исход сомнительной истории напрямую зависит от национальности спортсмена. А некоторым атлетам ВАДА и вовсе разрешает употреблять допинг официально. В 2016 году хакеры взломали серверы ВАДА. Выяснилось, всемирно известные зарубежные спортсмены имеют терапевтические исключения и могут принимать запрещенные препараты совершенно безнаказанно. Это самый скользкий момент в деятельности ВАДА. Потому что некоторые препараты, они содержат действительно бодрящие элементы или, например, подавляющие боли и так далее, которые могут быть очень нужны спортсмену на этапе соревнований. В списке особенных числились американские теннисистки Сирена и Винус Уильямс, а также непобедимая американская гимнастка Симона Байлс. С раннего детства она принимает таблетки от гиперактивности. Она их принимала с 5-6 лет. Но они реально для других людей являются допингом. И вот в этом загвоздка очень такая серьезная. Также с астмой. Ребята, норвежцы, очень умные ребята. И они тоже выискивают спортсменов, у которых есть детство астма. И они уже с детства делают терапевтические разрешения. Продокс, но астматик на таблетках почти всегда будет иметь преимущество перед здоровым лыжником. А когда на Олимпиаду в Токио Симони Байлс не смогли подвести лекарства, непобедимая гимнастка вообще не смогла соревноваться и снялась с командных выступлений. Но разве не это самые настоящие двойные стандарты? Я думаю, по совокупности того, что нам удается узнать, можно говорить о том, что система сложилась глобальная. Вот это нечестного подхода. Она глубоко законспирирована. Она имеет большое количество всяких людей, которые день на ночь трудятся только для того, чтобы что-то было незаметно, что-то можно было обойти. Что же получается? Организация, к которой накопились так много претензий, тотально контролирует атлетов и спортивные федерации. А кто может проконтролировать само агентство ВАДА? Практически никто. Например, в антидопинговую комиссию, которая находится как в спортивных федерациях, так и в самой ВАДе, там нет же наших врачей, там же нет наших представителей. Я думаю, что там нет и китайцев. Не уверена, но думаю, что вряд ли. То есть там такой между собойчик, клуб по интересам. Поэтому, несомненно, эти комиссии могут принимать решение так, как им бывает, задумаются. Все к нам. Давайте играть по-честному, призывает Тиль и его команда всех, кто тайно употребляет допинг. Причем снабжать атлетов стимуляторами организаторы готовы чуть ли не бесплатно. Но для чего устроители Олимпиады задумали ее? Самым любимым зрелищем в Древнем Риме были гладиаторские бои. На аренах амфитеатров бойцы сражались между собой или с дикими зверями на забаву публики. Часто такие схватки оканчивались смертью гладиатора. Но это только распаляло интерес к состязаниям. Организаторы расширенных игр хотят не просто провести свои соревнования, а сделать их главным стартом планеты. По их мнению, традиционная Олимпиада давно изжила себя. И дело не только в допинг-скандалах. В принципе, конечно, олимпийское движение зашло в тупик, в тупик, в системный тупик. Выйти из него довольно сложно. И вот эти люди, которые возглавляют, это, я бы сказал, непорядочные люди. На дворе 21 век, а миру навязывают древний формат соревнований, которые аристократы-колонизаторы перезапустили в 19 веке. Кому интересны такие игры, провоцируют отцы-основатели допинг-олимпиады. Свой проект они подгонят под современные запросы и обещают зрителям настоящее шоу. Давайте представим знаменитый бегун Усейн Болт. Его рекорд пока еще никем не побит. А тут раз, и человек, который употреблял стероиды, он взял и побил рекорд Усейна Болта. Безусловно, это привлекает внимание населения. Спортсмены-мутанты мчатся быстрее антилоп и делают марафон за полчаса. Штангист на помосте одной левой тягает вес в 500 килограммов, а прыгун шестом отталкивается и улетает выше деревьев. Согласитесь, к экранам наверняка прилипнут миллионы зрителей. Это в первую очередь зрелищно. Это подобно тому, как есть рестлинг, где борцы соревнуются, и все это вроде как киношно, показно и привлекает внимание огромного количества людей. Главная задача – побить все мировые рекорды. Причем, чтобы заявиться на допинг-олимпиаду, быть профессиональным спортсменом не обязательно. Игры крайне демократичны. Можно участвовать в 50 и даже в 70 лет. Главное – быть готовым на все ради рекорда. Если человек примет некоторые препараты, то он может побить рекорды, даже сделанные какими-то профи. И это будет особенно зрелищно. Это напоминает тот самый случай, когда в Австралии какой-то фермер, там, пастух, который пас овец, выиграл марафон. Никто не видел в нем спортсмена. Он был дряхленьким каким-то, да, щупленьким. Но, тем не менее, он победил. И это был фурор. Каждый может больше, чем думает. Вот, пожалуй, негласный девиз новой Олимпиады. Автор идеи, австралийский бизнесмен Арон де Соуза обещает подтвердить это собственным примером. Без всякого опыта он замахнулся на действующий рекорд по прыжкам в высоту. А это 245 сантиметров. Рекорд принадлежит кубинскому спортсмену Хавьеру Сатамайору и остается действующим уже 31 год. Говорят, сейчас австралийский миллиардер обсуждает с медиками прием препаратов, которые позволят ему прыгнуть выше рекордсмена. Впрочем, возможно, это всего лишь рекламный трюк, чтобы еще сильнее разжечь амбиции потенциальных участников спортсменов. В спорте употребление всякого рода околонаркотических веществ легло на такую почту, я скажу, благодатную. Потому что все-таки спорт – это стремление к тому, чтобы быть первыми. Ну, а потом это вырождается в том, чтобы любыми способами стать первыми. Организаторы расширенных игр готовы платить не только за побитые мировые рекорды, но и просто за участие. В традиционной Олимпиаде денег не дают даже за медали. Поощрить победителя может только государство, которое он представляет. Такое впечатление, что ту перспективу, которую готовят организаторы новых игр, она не только не безупречна, а, пожалуй, она просто по большому счету очень крупная финансовая афера, направленная на то, чтобы перехватить у Олимпийского комитета и у ВАДа, организации, которые себя скомпрометировали, перехватить у них значительный финансовый куш. Не стоит забывать, устроители новой Олимпиады – опытные и успешные инвесторы. Они наверняка просчитали. Деньги от трансляции, соревнований мутантов и рекламы с лихвой окупят все вложения. Ведь такого действительно не видел еще никто. Олимпиада изначально будет, может быть, и такой классической, но вот с допингами, а потом, учитывая специфику штатов США, возможно, даже эти Олимпиады будут какими-то кровавыми. И это на самом деле не прогресс, а регресс уже в сторону каких-то гладиаторских игр. Водят слухи, что в программу расширенных игр хотят включить бои без правил. Они и так считаются одним из самых жестоких видов спорта. А что случится на ринге после приема стимулирующих препаратов? Смотрите далее. Валерьянка разрешается. Почему переполошились олимпийские чиновники? Это не случайно, потому что три вида спорта дают наибольшее количество мировых и олимпийских рекордов. Гладиаторы возвращаются. На что готовы пойти организаторы допинг Олимпиады ради зрелищности? Мы что, будем смотреть, как люди друг друга просто убивают? Подарок от Гитлера. В чем секрет побед нацистских спортсменов и солдат? Культ спорта присутствовал в немецких фашистских организациях всегда. На все руки мастер. Чем еще прославился спонсор Олимпиады на стероидах Питер Тиль? Он сотрудничает с правительством США, работает для оборонных программ, является сам осведомителем ФБР. Также вы узнаете, чем стимулировали солдат третьего рейха. Как дожить до 120 лет? Какие эксперименты проводят над американскими солдатами? И почему среди врачей допинг Олимпиады оказался известный генетик? Любопытно, что на расширенных играх будут представлены далеко не все виды спорта. Организаторы исключили керлинг, бадминтон и все командные дисциплины. Оставили плавание, гимнастику, тяжелую и легкую атлетику, а также единоборство. Это не случайно, потому что три вида спорта дают наибольшее количество мировых и олимпийских рекордов. Это легкая, тяжелая атлетика, плавание. Но и два других вида спорта, они зрелищные, имеют большое количество поклонников. Это единоборство и гимнастика. Однако дело может оказаться не только в зрелищности. Во всех выбранных дисциплинах требуется личная выносливость, сила и психологический настрой. Эти качества также необходимы на войне. Не случайно спортсмены всегда оценились в вооруженных силах. Спорт был для того, чтобы готовить воинов, понимаете. Не случайно он сопровождался такими значками, которые вручались физкультурным спортсменам. Будь готов к труду и обороны. Так может на спортсменах допинговой олимпиады втихаря решили отработать новые виды боевой фармакологии? В наше время страны стараются заполучить проведение олимпиады на своей территории. Однако так было не всегда. Когда в 1936 году игры решили провести в нацистской Германии, Гитлер был против. Он называл состязания атлетов изобретением масонов и евреев и не желал принимать их в своей стране. Почему же Олимпиада в Третьем Рейхе все-таки состоялась? Рядовые немцы тоже не собирались забывать проигрыш в Первой мировой войне. Не хотели видеть у себя спортсменов из Великобритании и Франции. Появилось даже антиолимпийское движение, члены которого предлагали, если и не отменить Олимпиаду, то по крайней мере ее игнорировать. Однако в дело вмешался Геббельс. Министр пропаганды предложил Гитлеру не просто провести Олимпиаду, но и оказать ей государственную поддержку. Что же он задумал? Геббельс убедил Гитлера, что надо провести Олимпийские игры, потому что они могут показать как раз то, что раса ариев, она высшая. То есть германцы могут показать лучшие результаты на этих соревнованиях. Но самое главное, Олимпийские игры в Германии были прекрасным поводом незаметно сосредоточиться на будущей войне. Ориентировать молодых мужчин на спортивные победы, а по сути готовить к сражениям на фронте. Еще до того, как Гитлер пришел к власти, культ спорта присутствовал в немецких фашистских организациях всегда. Например, такая структура, как ЭСА, которую возглавлял Эрнстрем, она просто тренировала своих уличных бойцов, по сути, люмпинов, гопников, местных любителей пива, на какие-то спортивные подвиги. Еще до начала игр Геббельс заверил Гитлера. Немецкие атлеты не подведут. И Олимпиаду действительно выиграла нацистская Германия. Хозяева чемпионата взяли 89 медалей. У сборной США было 56. При этом на предыдущей Олимпиаде немецкие спортсмены положили в свою копилку только 20 наград. Но как им удалось достичь такого прогресса в спорте? Именно в Германии был синтезирован тестостерон. И вот как только был синтезирован тестостерон, мир узнал о совершенно других результатах и спортивных достижениях. Инновационный на тот момент препарат позволял быстро увеличить мышечную массу и укрепить выносливость. Говорят, ученые разработали его по заданию властей Третьего Рейха. Германия, пожалуй, вот как начало Второй мировой войны прошла самый большой и самый такой, я бы сказал, запрещенный путь по разработке различного рода и пищевых добавок, и прямо запрещенных веществ. А вскоре после Олимпиады немецкие спортсмены распределились по военным подразделениям. Планеристы в военно-воздушные силы Люфтваффе, яхтсмены в военно-морской флот Третьего Рейха Крикс-Марина, мастера конного спорта в кавалерию, борцы и боксеры в диверсионные команды, а стрелки в снайперы. Первым немецким олимпиоником во время этой Олимпиады стал Ханс Вельке. Его лично поздравил Адольф Гитлер. Надо сказать, что во время Великой Отечественной войны наши партизаны его подстрелили. Тем не менее, европейцы поражались выносливости солдат вермахта. Они совершали длинные и стремительные марши, а после сразу были готовы вступить в бой. Бесстрашными и выносливыми немецких солдат делал все тот же синтетический тестостерон. Наряду с ним бойцов пичкали наркотиками. Именно немцы придумали препараты, которые в крайней степени стимулировали центральную нервную систему и позволяли ставить нечеловеческие рекорды. Может быть, вы слышали даже историю про финского лыжника, который несколько недель на лыжах подбитый носился так, что его не могли поймать. Неужели Питер Тиль в самом деле затеял допинговую Олимпиаду, чтобы набрать добровольцев и массово протестировать на них новые виды боевой фармакологии? А заявленная цель – побить все мировые рекорды, только заманчивое прикрытие. Впрочем, эта версия не единственная. Среди многочисленных проектов, которые поддерживает Питер Тиль, есть несколько медицинских и биотехнологических стартапов. Также он финансирует организации, которые изучают долголетие и бессмертие. Неужели допинговая Олимпиада – это дорога в вечную жизнь? Самый известный спонсор расширенных игр Питер Тиль хочет прожить до 120 лет. Он сторонник медицинских исследований, которые утверждают, чтобы жить долго, нужно переливать себе кровь молодых людей. Поговаривают, что такие процедуры Тиль проводит регулярно и якобы тратит на них по 40 тысяч долларов каждые три месяца. Для него это одна из ключевых тем. И здесь, конечно же, подключается медицина, современная генетика. И он выступает за то, чтобы сделать человека более неуязвимым к условиям окружающей среды. На всякий случай Тиль уже договорился о заморозке своего тела в криокамере. Он рассчитывает, что в будущем его смогут оживить. Также у миллиардера есть персональный директор по здоровью, который следит за его питанием. Помимо этого Питер Тиль употребляет гормон роста. Его вырабатывает наша шишковидная железа. Гормон роста позволяет, скажем так, снижать процент жира в организме и держать в тонусе мышечную систему. Однако утверждать что-то доподлинно сложно. Метод считается экспериментальным и вызывает вполне обоснованные опасения. Так как гормон роста растит не только мышечную массу, но и раковые опухоли. Если у вас есть предрасположенность к онкологии, с помощью гормона роста вы можете раскрутить, скажем так, свой организм в сторону того, чтобы он начал растить именно раковые опухоли. Тем не менее, Тиля интересует все, что может стать лекарством от старости. Миллионы долларов он вложил в фонд Мафусаила, так звали библейского старца, что прожил 969 лет. Фонд вручает солидные премии исследователям, у которых получилось увеличить жизнь лабораторных грузунов. Один из рекордов – мышь, которая шесть дней не дотянула до пятилетнего юбилея. У людей этот возраст соответствует 180 годам. Другие миллиардеры из Силиконовой долины и спонсоры расширенных игр тоже одержимы мечтой о вечной жизни. Один из сооснователей этой Олимпиады, Кристиан Ангермайер, является также ключевым инвестором этого проекта. Он озабочен просто проблемой долголетия и вкладывается в медицинские исследования этой темы. Поэтому здесь явно будет площадка для исследования препаратов, которые расширяют возможности человека, в том числе по увеличению продолжительности жизни. До сих пор безопасную таблетку от старости не изобрели. А спортсменам, которые употребляют допинг для поддержания идеальной формы, часто приходится расплачиваться здоровьем. Если бы сейчас кто-то провел какую-то статистику, то никто не признается, что он использовал допинг. Знаете, ну вот, наверное, только среди тех, кого дисквалифицировали, может провести исследование, мы увидим, что они чаще болеют раком там, да, или у них еще какие-то есть заболевания, которые нет у людей, которые не принимали допинг. Однако фарминдустрия стремительно развивается, а ее достижения надо на ком-то проверять. Вряд ли добровольцы найдутся среди заказчиков таблетки от старости. А вот спортсменов рекорды зачастую волнуют больше собственного здоровья. И съесть экспериментальные лекарства, чтобы стать первым, им не кажется чем-то немыслимым. Они, может быть, даже будут свои допинги предлагать, чтобы люди тестировали. То есть вы представляете, как интересно они придумали? Какой изысканный способ тестировать химию на живых людях? Одним из побочных эффектов долгой жизни считается бесплодие. Но это вряд ли смущает Питера Тиля. Интересно, что он является даже членом так называемого Бильдербергского клуба, который многие называют мировым правительством теневым, что говорит о том, что он достаточно влиятельен на международной арене. А саму Кремниевую долину называют клубом старых белых мальчиков. Возможно, озабоченные вечной жизнью миллиардеры и есть то самое тайное мировое правительство, которое фанатично стремится к осуществлению своих идей. Ведь именно из Кремниевой долины выходят самые невероятные проекты, связанные с будущим Земли и человечества. Но на что еще, кроме вечной жизни, нацелились мировые богачи? И какой именно допинг могут испытывать на участниках расширенных игр? Кто-то нас действительно готовит к какому-то будущему на других планетах. Поэкспериментируем на спортсменах. Чем инвесторов медицинских стартапов привлекают чемпионы? Такие биохимические процессы проходят в организме, как у других людей и не проходят. На старт, внимание, Марс. Каким достижением на самом деле могут готовить участников допинг-олимпиады? То, что связано с космосом, связано с радиацией. А то, что связано с радиацией, требует от нас изменения генома человека. Также вы узнаете, как мыши стали рекордсменами на беговой дорожке. И какие аномалии помогали спортсменам одерживать выдающиеся победы. Илон Маск снова заговорил о полетах на Марс. Под постом в соцсетях о первой высадке человека на Красную планету он оставил лаконичный комментарий. 2029 год. Но что, если допинговая олимпиада как-то связана с планами покорения Марса? Маск и Тиль хорошо знакомы. Еще в юности они работали на одном этаже бизнес-центра в соседних офисах. Впоследствии их компании не раз объединялись, а бизнесмены инвестировали в проекты друг друга. 20 миллионов долларов Тиль вложил в компанию Илона Маска SpaceX. Одна из ее целей – колонизация Марса. Они также продолжили совместно исследовать искусственный интеллект. И мы знаем, это привело к созданию чата GPT, который нашумел в ближайшие годы. Так же, как и Маск, Тиль инвестирует в компании, которые производят мозговые имплантаты. Перепрошивка мозгов, инновационные препараты и продление жизни. Для чего все это может понадобиться в будущем? Может быть, кто-то нас действительно готовит к какому-то будущему на других планетах. Но тогда хотелось бы знать, где мы окажемся и что с нами будет. Недавно ученые заявили, если кто из землян и доберется до Марса, то это будут мутанты. А у простых людей просто нет шансов перенести длительный полет в открытом космосе и прижиться на Красной планете. Илон Маск создает программу для полетов на Марс, для полетов в космос, где исследования, которые проводятся в организациях Тиля, будут очень полезны. Потому что то, что связано с космосом, связано с радиацией. А то, что связано с радиацией, требует от нас изменения генома человека. Иначе человеку в космосе просто не выжить. Существует предположение. Участникам альтернативной олимпиады будут давать не просто стимулирующие препараты, а ДНК-допинг. Не случайно в составе научно-врачебной комиссии доктор Джордж Чорч. Генетик, работающий в Гарвардском университете. Он проводит уже такие исследования, когда в организме клетки начинают действительно обновляться. Он делает это на мышах, он делает это на каких-то животных. Но, тем не менее, на человеке это все еще до конца не изучено. В западных СМИ появились публикации, что несколько лет назад американское агентство, связанное с оборонными исследованиями, разработало секретную программу. Ее главная задача – создать у людей способности, необходимые для тех или иных действий. Не исключено, идея родилась после длительных наблюдений за спортсменами. Давно замечено, что среди них есть те, кто самой природой запрограммирован на победы. Например, олимпийская чемпионка Светлана Журова. В какой-то степени медицинское чудо. Такие биохимические процессы проходят в организме, как и у других людей не проходят. Давайте-ка честно. То есть ты уже отобран природой. Это не запрещено. Ну, например, там, да, у меня был феноменальный уровень восстановления. Я восстанавливаюсь так быстро, как никто там, да, в моей команде. Ну, такая вот особенность. Ничего даже не принимая. Организм так был устроен. Он регенерировался. Как вот хвост отрубают ящерица, она раз уже там, он у нее тут же вырастает. Трехкратный олимпийский чемпион, финский лыжник Эра Мянтюранта – фактический мутант. В результате природных отклонений его организм на трассе работал гораздо лучше, чем у других. А у звезды немецкого конькобежного спорта и обладательницы шести мировых рекордов Клаудии Пехштайн от рождения аномальная кровь. Ее состав обеспечивает ей повышенную выносливость. И она два года ее доказывала и доказала, что там она приводила своих родственников. Она показывала, что вот это у нее, ну, а как ей быть? Куда? В паралимпийский спорт переходить? Отказываться от всех медалей? Ну, есть такая особенность. Но если кому-то суперспособности даны природой, почему не попробовать изменить геном в нужную сторону искусственно? ДНК-допинг может оказаться просто находкой для воплощения всех желаний мировых богачей. Невероятные победы в спорте, вечная молодость и переселение на Марс. Когда жизнь на Земле окажется в опасности? Но сначала, конечно, надо убедиться на добровольцах, как все это работает. Генная инженерия – это, по сути, атомная энергия 21 века. Генная инженерия создает то, что будет развиваться дальше самостоятельно. То есть генно-модифицированные объекты будут размножаться и производить новые формы жизни, по сути. Ученые подсчитали – нужно 6 тысяч лет и 100 поколений, чтобы приспособиться к жизни на Марсе естественным путем. А ДНК-допинг может существенно сократить этот процесс, превратить потенциальных переселенцев в мутантов из крови, плоти и электроники. Увеличить грудную клетку и глаза, уменьшить рост, удлинить руки и укрепить кости. И вот какой-нибудь метатель ядра через 5 лет участия в допинг-олимпиаде модифицируется в потенциального кандидата на колонизацию Марса. Получается, что расширенные игры с разрешенным употреблением допинга – это фактически экспериментальная лаборатория. А участники этого медицинского реалити – расходный материал, которым избранные миллиардеры хотят вымастить себе дорогу в вечную жизнь и далекий космос. В 20 веке французский исследователь Мишель Гоклен выдвинул гипотезу, которую назвал «эффект Марса». Он считал, что у всех выдающихся спортсменов есть энергетическая связь с Красной планетой. Но если это так, получается, что генно-модифицированные атлеты идеально подходят на роль первых переселенцев. Верить ли во все, что вы сегодня узнали, решать вам. Смотрите нас по будням в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...